МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жертвами теракта в мечети в Аббонистане стали десятки человек. На площади Сар-Ульяна в Лос-Анджелесе установят памятную доску. Соболезнования. Сегодня 2800 – первая годовщина столицы Республики Армения Еревана. Этот вечный молодой город был молчаливым свидетелем многих исторических событий. И, несмотря на множество испытаний, сегодня город процветает. Сегодня в Ереване наряду с тысячами современных зданий есть исторические места, остатки археологических памятников, датируемых шести тысячелетиям до нашей эры. Было бы справедливо предположить реальный возраст Еревана в соответствии с возрастом Кармир-Булура, которому, по сути, 6 тысяч лет. Ереван всегда исторический, молодой, остается хозяином наших сердец и столицей всех армян. Оберегать его наша обязанность. Поздравляем, дорогой Ереван. В одном из важнейших туристических центров Западной Армении на горе Аладак, Киликийские горы, Тавра, выпал снег. Проливные дожди в Кесарии ближе к концу дня превратились в снег в горных районах. И первый снег выпал на горе Аладак в одном из важнейших горнолыжных курортов Западной Армии. Выпавший снег создал сказочный вид, очаровав посетителей. В четверг советник сирийского президента по политическим вопросам Бусейна Шабан заявил, что Дамаск не намерен рассматривать вопрос о предоставлении курдам автономии, как это произошло в Ираке, где был образован иракский Курдистан. Шабан отметил, что для этого нет никаких оснований, поскольку доля коренного курдского населения в сирийских регионах низка. По ее словам, в Сирии проживает множество этнических и религиозных групп, и большинство курдов являются важной частью сирийского общества. Это не относится к радикалам, которые ведут подрывную деятельность, противоречащую государственным интересам. Курдские группировки, входящие в коалицию сирийских демократических сил, соглашаются на предложение США о прекращении огня. Реутер сообщает со ссылкой на командира Мазлу Макабань. По его словам, соглашение не позволит Турции достичь своих целей. Кабани отметил, что соглашение связано с северными пограничными районами Сирии и с городами Расаль-Айн и Эль-Абет. Представитель СДФ Эльдар Халил со своей стороны объяснил, что соглашение о прекращении огня было принято только для прекращения кровопролития, добавив, что соглашение о прекращении огня является результатом сильного сопротивления, оказанного курдами, турецким войскам и их наемникам. В Афганистане в результате нескольких взрывов в мечети в пятницу 18 октября погибли 62 человека, еще около 60 получили ранения, сообщил представитель губернатора провинции Нангарха Атуала Тхагаяни. Взрывы прогремели в здании мечети в районах Хаскаминая в афганской провинции на востоке страны во время пятничной молитвы. В здании в это время находилось около 250 человек. В результате обрушилась крыша мечети. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившуюся. Представитель Талибана заявил в Твиттере, что его движение не причастно к нападению и выразил осуждение этого теракта. Памятная доска будет установлена 19 октября на площади Уильяма Саруяна в Лос-Анджелесе. Такое решение принял городской совет. Памятная доска будет установлена на перекрестке Авеню Комарс и улице Вальмонта. Решение городского совета вызвало противоречивую реакцию местной общественности. Некоторые жители Лос-Анджелеса считают, что установление памятной доски принизит историческое значение площади. Другие полагают, что отказ от подобного решения стал бы проявлением дискриминации. По словам главы городского совета Моники Родригес, на перекрестке названных улиц происходили значимые для Армении события. Скончался отец депутата Западной Армении Армена Геваркиана Грекор Геваркиан. Президент, правительство и парламент Западной Армении в это трудное время разделяют горе семьи Геваркианов и выражают соболезнования и поддержку им и их родственникам. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Калини Герька. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оставайтесь с миром!